Так, мы сейчас с вами поднимемся наверх, на мост, пойдем по Патриаршеву мосту к храму Христа Спасителя. Ой, здесь, наверное, нельзя подняться, что ли? А может и можно. Нет, наверное, можно. Вот, и, собственно говоря, вот. Вот. Ох, люблю я виды с этого моста. Мне кажется, самые красивые виды открываются именно с Патриаршево моста. Так, вроде идут люди. Значит, можно. Еще раз. Склады Смирнова. Когда-нибудь здесь что-нибудь будет интересное, наверное. А мы с вами поднимаемся наверх. Ну, вот мы с вами поднялись по этой крутой лестнице. Здесь есть лифт. Почему-то, не знаю, он, по-моему, не работает. Вот. Здесь все эти годы были такие прага вот здесь, на мосту. Сейчас там только, как вы видите, обыкновенный этот вот коридор, как и везде. Но эти падающие звезды, они были такие красные, как такой рог, хвост кометы с звездой на конце. Но в этом году, видите, все по-другому. Здесь что-то этих звезд не вижу. Ну, а здесь тоннель, как и везде, как и возле Большого театра. Вот, кстати, Березовая роща. Ну, конечно, там лучше гулять летом. Ну, или осенью. Я так думаю, что зимой там как-то грустновато гулять. Ну, а мы с вами идем к храму Христа Спасителя. Сейчас полюбуемся на красивое небо. А, вот там, с той стороны. Полюбуемся на виды. И все, на сегодня наша прогулка будет закончена. Даже не думала, что она будет такой долгой. Честно говоря, не планировала. Я думала, она будет гораздо короче и гораздо менее насыщенная. Но, видите, зашли в ГЭС-2, и она получилась такой большой. Здесь, кстати, вот здесь вот, вон, видите, храм. И там же находятся очень старые палаты Аверкия Кириллова. Сейчас я вам покажу издалека тоже. У меня на канале есть несколько... Небо такое, да? Несколько это видео, потому я туда зимой не хочу больше идти. Может быть, летом пойду. Эти палаты Аверкия Кириллова и храм. При этих палатах стоит. Сейчас в палатах находится какое-то учреждение. Что-то типа архива. Не буду обманывать, не буду говорить точно, что. Но на самом деле очень красивое место. Потому что мимо тут вот проходишь, и даже иногда я не знаю, что здесь находятся. Очень красивые старинные палаты. И храм очень красивый. Он такой расписной. И вот за ним находится этот знаменитый ударник. Трендер-ударник. Дом. Вон, смотрите. Сейчас я вам покажу. Отсюда. Нет, отсюда не видно палаты. Палаты только вот эта часть видна. Красная задняя. И храм. Видите? Ну, ничего. Так. То, что очень рекомендую. Если будете где-то здесь гулять, вот приедете в Москву, вот спуститесь. Не поленитесь. Спуститесь вот сюда вниз на набережную. И зайдите вот сюда в палату Аверкия Кириллова. Кстати, там вот, вон, за храмом есть колодец. Вроде как, который исполняет желание. Ну, конечно, я понимаю. Но вдруг у кого-нибудь что-нибудь сбудется. Ну, вот такая красивая картинка здесь. И вот такое красивое небо. Очень красиво. Скоро мы с вами прошли. Посмотрите, да? От Крымского моста до Патриаршего моста. Тут шуршит. Это у меня капюшон. Шуршит. Холодно уже. Вот палаты видны. Красненькие. Они тут выдаются вперед. Вот здесь. И за ними храм очень красивый. Так. Ну, а мы с вами идем в сторону метро Кропоткинское. Вот, к сожалению, сейчас здесь весь вид портит ремонт башни. Вот этой. А так, конечно, лучшие виды, я считаю, Москвы с этого моста. Очень красиво. Ну, а с той стороны сейчас небо. Сказочное. Мне прямо везет последние дни. Когда снимаю, вот небо всегда очень красивое. Ну, вот еще раз палата Верхия Кирилова. И вид на Кремль. Ну, самый такой стандартный вид. Магнитик. Магнитик. Ну, а перед нами храм Христа Спасителя. А вот, кстати, дом, опять же... Господи, забыла, как ее фамилия, дом матрешка. Перцовой. Дом Перцовой. Надо будет туда как-нибудь сходить поближе, его еще раз вам поснимать. Вот. Вот так. Вот так. Очень рекомендую. Если хотите вылечить ножки, ходите. Не бойтесь. Вот я говорила некоторое время назад, что у меня очень болят ноги. Что у меня одна нога была сильно очень травмирована. Знаете, я вот не переставала ходить. Опять же, это, наверное, не для всех совет. Но, как говорит моя сестра, у тебя произошло самоисцеление. Да, возможно, можно и так сказать. Но, по крайней мере, если совсем недавно я вообще не могла ходить, то сейчас я стала достаточно свободно ходить. Достаточно долго. Сами видели, откуда мы с вами пришли. Это при том, что зима, это при том, что гололед. Я не знаю уж, там самоисцеление это или что. Как это правильно назвать. Но факт есть факт. Ходить я стала лучше и дольше. Не знаю, понравилось ли вам сегодняшнее видео. Очень надеюсь, что понравилось. Тем более, что видео будет несколько. А, вот одна звезда падающая тут есть. Только она не красная, а желтая. Вот такие звезды здесь и были, да. Как рога. Вот одна осталась тут. Может, там где-нибудь еще дальше есть. Но вот так вот. Традиции соблюдаются. Итак, сейчас, минуточку, пройдем. На фоне этой звезды, падающей звезды, я и закончу нашу с вами сегодняшнюю прогулку. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Большое-большое спасибо всем за то, что вы со мной на моем канале, за то, что вы со мной гуляете. Не устану вас благодарить. Всех приглашаю, кто еще не подписан, подписаться на мой канал. Ну, а кто подписан, всем большое спасибо и низкий поклон. И всем, как всегда, желаю, конечно же, здоровья. Прежде всего, будьте здоровы, и пусть будут здоровы ваши близкие. До свидания, до встречи всем. Пока-пока. Здесь вот перед входом по-прежнему стоят елки, падающие, падают звезды. Эти елки здесь стояли и прошлой зимой, насколько я помню. Вот. Все. Этот раз точно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok